Так, Дарья Александровна, мы с тобой находимся возле очень интересных абрикосов. У него таких всегда было несколько необычных, а потом они становились или обычными, или как то, что, например, наш друг Черабаев назвал Рыжим. Название прижилось, потому что слаще он, видите, или не ел, даже в Алма-Ате живя. Вот, ладно. Слушай, у тебя куртка мокреет. Да, ничего. Ну ладно, снег мокрый. И вот мы сейчас находимся возле абрикоса, про который я не знаю ничего. На нем висит бирка, на нем написано миндальный. А я всегда хвастался, что памяти у меня нет вообще. Да, ни телефона не запоминаю, ни адреса, ничего. А в садоводстве помню все. Нет, не все. Вон бирка, на ней написано миндальный. А я понятия не имею, от кого пришло, что за сорт. Вот, может, кто-то из ребят посмотрит, скажет, да это я тебе прислал. Вот, ну вот. И что получается? В прошлом году мне надо было, зная, что будет, предстоит урожай, мне надо было его подготовить как маточное дерево сразу. Знаешь почему? Кушать хочется. И не только мне. Вот, и потом, второй момент, я ждал одновременно. Думаю, вот сейчас я пока приготовлю как маточное дерево. Оно перезимовало первые две зимы, хоть бы хны. Потом я сделал обрезку специальную. Вот результат. Я отойду подальше. Вот. Вот так оно выглядит, да. И после той обрезки у меня теперь на прививку несколько десятков прекрасных полноценных черенков. Так. Сейчас мы срежем два. Я ни один не срезал и не предлагаю на продажу. Я не знаю, что это такое. В прошлом году не с каким я выслал. Но это такие же чайные, как я. То есть я говорю, это миндальный, я не знаю, что это такое. Я посмотрел его в этом, в интернете. Написал абрикос миндальный, фото. А там же фото всякие, включая мои тоже. То есть там, ну, помойка эта. Что касается садоводства, вот, то интернет похож на помойку. И вот, значит, что получается. Пришла эта весна. Несколько цветочков, ни одного плода. Ну, после той страшной зимы. Этого можно было ждать. Может, последнее. Надеюсь, это будет помягче. Мы срезаем два черенка. Почему? Мягкая зима. Ну, я мог бы их продать и заработать 50 умножить на 120, 6 тысяч рублей. Так, это если по минимуму. А еще есть максимум. По 150 рублей для новичков. И вот получается, что, ну, что делать. Срезаем два черенка и кладем погреб. И весной прививаем на всякий случай. А вдруг будет не теплый зим, а еще морозный той. А кто его знает, откуда он пришел? Не знаю. Помрет, не помрет. Не знаю. Черенки где должны быть? Отвечай. Ну, вот видишь. Все. Все. Знаешь, Анна, я тебе присваиваю первый разряд. Если седьмой, последний. Ну, ладно. Все. Так, теперь. Ближе к делу. И так, что говорит наука? Редкий случай, я с ними согласен. Черенок. Это выбирается. Это прирост последнего года. Наиболее развитые. Солнечные стороны. Пошли на солнечную сторону. Вот она. И вот. И что получается? Самое страшное, что нам самая ценная часть... Я вот так встану. Самая ценная часть этого дерева, это, естественно, прирост последнего года. А здесь, в основании, я всегда отрезаю близко к основанию, потому что я уже который раз говорю, и надеюсь, все поймут когда-то, что не здесь самая ценная. Вот эта часть появилась... Не, держи-ка. Давай я буду это делать, а ты будешь снимать. Вот. Вот это вот. Тут больше метра, да? Вот. Брать, как ученые многие, вот отсюда. Эта часть появилась в середине лета. Угу. Вот. Я брал это обратно. Хочу, чтобы поняли. Я привал вот эти. Или мертвы, или мелкие-мелкие плодики. И год-два и умирали. Угу. Тогда пошла эта. Я начал экстраполировать. И добрался до сюда. Самая ценная часть. Вот она. Но она сильно толстая. Угу. Обидно, страшно. Вот эту часть умею поливать единицы. Почти размер с толщиной бензинца. Давай выберем такую, чтобы все-таки была нижняя часть. И довольно приличный черенок. Идем сюда. Мы для себя работаем. Не мы, дядя. Вот. Значит, наверное, я выбираю средний. Итак, вот здесь вот, идем сюда. Надо, чтобы было видно. Вот это мелкие-мелкие спящие почки. Полноценные начинаются вот отсюда. Вот эту часть я оставляю. Почему? Когда олень, лось, кто угодно сломает, снег сломает, сожрет концы. Для этого дерева предусмотрены резервные почки. Тут облом. А тут, получается, почки... А так они спят. Они могут... Вот, смотри. Видишь? Им по барабану. Они даже не появились на свет. Видишь? Вот. Значит, что мы делаем? Я выбираю... Вот это пойдет под нож. Ну, тут косой срез будет, да? Что получается? Я вот здесь вот отрезаю. И вот этот черенок пойдет в погреб. Вот теперь. Отсюда пошли полноценные почки. Мы с тобой привьем вот это. Один будет черенок. Второй. Все. У нас их много. Нам не жалко. Так? Вот. Тот, кто купит такой черенок, пусть еще и третий привьет, и четвертый. Но вот это, верхняя половина, выбрасывается. И чтобы не плодить неполноценные деревья. Надеюсь, все видно. Еще один, и нам хватит. А это все... Облизывайтесь, друзья. Я не знаю, что это такое. Поэтому и не режу. Еще один такой отрезаю. Вот что интересно, да? Вот здесь вот более полноценные почки. Нет. Не-не, такие же. Вот они спящие. Теперь я отсчитал. Раз, два, три, четыре. Примерно, да? А, как еще обрезать тут правильно? Надо тогда другую ветку, чтобы видно было. Правильно обрезать. Ну, давай вот эту попробуем. Вот. Значит, я вот столько оставляю. Вот так вот и режу. Вот. Вот что я оставил. Под углом. Теперь отсюда пойдет побег. Вот смотри. Годом раньше. Показывай, смотри. Вот сюда глядем. Вот это я тот самый срез, который я несколько черенков срезал таким же отчаянным. Посмотри. Если я правильно обрезал, да, рана осталась, но никуда не деться. И растет абрикос, и рана растет. Ну, что делать? Это было сделано так, что я заработал хотя бы пару тысяч рублей лишних. Но обрезал правильно, и побег, смотри, он не уступает другим. Но случись беда, страшнейший мороз, этот погибнет, а этот нет. Все-таки лучше не лезать вообще. Ну, вот наши два черенка готовы. Вот. Нам это на четыре побега. Слушай, он немало. Давай еще один. А? У нас их много. Так. Примеряемся. Так. Режем. О. Почему этот срезал? Потому что он длиннее. А чем длиннее, ну, чуть-чуть, тем полноценнее. Теперь достаем легким движением руки. Как это самое в кинокомедии было, помнишь? Легким движением руки достаем. Единственное, что я уважаю, вот много сейчас подделок, много сейчас дряни, это универсал Бугаркова. Когда он мне рекламное заплатит. Я уже сколько раз показывал его. Ну, действительно, дело в том, что он сегодня минус три где-то, да, минус четыре. Ну, потепление пришло. Вот. Он мягкий настолько, что я без труда, на сильном морозе он затвердеет. Но вот сейчас ему цены нет. А я, вот, обратите внимание, сейчас покажу. Видите черноту? Это я замазывал с помощью лак мастики Далматова. Я бы и эти бы замазывал. Он еще, к тому же, я обеззараживает раны лак мастика, да? Вот. Но кончился он у меня. Так что, Валера, приготовь мне следующую посылку. Я тебе такую рекламу сделал. Это я обращаюсь до Далматова, Валерия, другу из Челябинска. Ну, вот. Спасибо. Спасибо.